Уже вечереет Увы, вся моя прогулка и поиски интересности свелись к тому, что я погулял по аэропорту И заполнил анкету, которая нужна для получения визы во Вьетнаме К примеру, вы летите из России, да? Вы летите во Вьетнам, а на посадке, на посадке, еще в России На посадке вас могут не посадить на самолет, не зарегистрировать Потому что у вас не будет билетов в любую третью как бы страну Ну или обратную, неважно Почему для наших это важно? По закону, видимо, о каких-то международных перевозках Если принимающая страна отказывает вам во въезде То есть вы не можете ехать в страну, не в любую мужчину Вот как это, например То та компания, которая вас привезла Должна за собственный счет вас, грубо говоря, депортировать Ну или отправить обратно Почему для Вьетнама это важно? Важно, чтобы было хоть какое-то подтверждение того, что вы едите И останетесь здесь навсегда Поэтому ни тем, ни этим это невыгодно Поэтому если вы влетаете по безвизовому режиму, то есть на две недели С вас потребует обратный билет Но это стандартная тема с отпусками У вас, естественно, есть обратный билет Если вы летите в отпуск на две недели с покупкой обратного билета Сразу же Тогда проблем никаких нет Причем очень интересное замечание, что в плане аэропортов Их интересует именно только вылет Если вы предъявите билеты или скажете, что я уеду по земле Их это не колышет Кстати, по поводу Таиланда В Таиланде даже при влете на 30-дневный безвизовый период Все равно в самолете раздают так называемые миграционные карточки Она состоит из двух частей Одна из них по прилету, соответственно, в Таиланд Вторая половина для вылета из Таиланда Соответственно, одну у вас по прилету забирают Вторую вы должны сохранить обязательно Насколько я понимаю, сейчас мне, кстати, лететь скоро Так что я расскажу, как это было Бумажка, в принципе, там без каких-то особенных информаций Там просто имя, фамилия, паспортные данные Цель прилета, место прилета Ничего такого Это не сравнится с анкетой для визы во Вьетнам Так, время уже 17.24 Посадка 18.20 Надо бы поторопиться Я, конечно, не все обошел Но был в нескольких местах В них, в принципе, один и тот же список вай-фая Они без паролей Но когда пытаешься на них зайти Там какие-то формы регистрации И в конечном итоге я не нашел здесь вай-фая вообще Хожу по кругу просто Здесь классно Вечереет немножко, жара спала И поприятнее на улице находиться Полет, кстати, длится полтора часа всего То есть Ну, то, что вся вот эта моя история Про вот эту свадьбу, про вот эти вот пляски Буквально мы взлетели Им, соответственно, дали добро Ну, знаете что, при взлете нельзя же Оставать с сиденья Началась вся эта движня Вино Шоколад Туда-сюда И я только-только успел вот эту вот Миграционную карточку заполнить И что-то раз, и мы уже садимся Кстати говоря У меня никогда не закончили Еще одна история До момента посадки я летел в другой аэропорт Я просто когда выбирал билеты Я смотрел разные авиакомпании И в основном все летали на второй аэропорт в Бангкоке В Бангкоке два аэропорта Один главный Вот этот И второй Ну, второй поменьше Все лоукостеры Поскольку, ну, лоукост Дешевые, дешевые перевозки Они все летят не на основной аэропорт А на второй И я летел с мыслью, что я попаду в маленький какой-то такой аэропорт Ну, маленький, условно говоря Но когда в громкую связь, когда мы уже сели Они называются Уварнабхуми, кажется, он называется И я такой Ну, ладно Я никогда не лечу, наверное Надо, блин, идти на рейс Давайте потихоньку пойду Красоты закончились Возможно, после контроля всех Попробую еще что-нибудь снять Все, иду в аэропорт Что прошел я там Так называемая Резона Потратил, наверное, минут 20 Санкт-Петербург Миньян ГФ Добро пожаловать в Бургер Кинг! Добро пожаловать в Кинг! Так, ну что, я добрался, опять же, на 15 минут раньше. Явили посадку. Добро пожаловать в Кинг! 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 Добро пожаловать в Кинг!